слава украине привет всем от полонского трампа оштрафовали причем оштрафовали так что я бы сказал гай зашумел даже два даже три значит смотрите друзья мои суд штата нью-йорк оштрафовал трампа на если я не ошибаюсь сумму в 354 миллиона долларов за мошенничество с недвижимостью сейчас объясню в чем она выражалась и с запретом три года заниматься бизнесом в штате нью-йорк большего позорища но тяжело себе даже представить при этом что интересно прокурор штата нью-йорк просил 370 миллионов долларов штрафа ну трампу повезло дали только 354 хочу конечно меньше но ненамного да вместе с трампом судили двух его подельников это его сыновья донни младший и как же его там второго зовут не столь помню эрик что ли да эрик по моему каждый из них получил четыре миллиона долларов штрафа и два года запрета заниматься бизнесом нью-йорке что они начудили ну как обычно вы знаете что такое трамп это считай как вам сказать трамп это худший вариант вот если вот жириновского поженить на остапе бендере скрестить их что-то родится ухудшить получится трамп вот меня поняли да вот значит такой проходимец конечно но если бы он занимался просто бизнесом не ну еще один жулик ладно еще один жулик который там где-то что-то подвязается окей хорошо но видите она же полезла в политику ну ладно давайте вернемся все таки от его человеческих качеств вернемся к сути дела во первых это второе дело по первому делу ему влепили еще не оплаченный я так понимаю штраф в пользу писательницы джин кэрол которую он оскорбил попортил ее репутацию скажем так и вот предыдущий суд самое смешное что его сначала суд обязал выплатить ей 5 миллионов он начал судиться доказывать что не виноват что никого не преследовал сексуально как там выразились что никого не обижал не забежал в результате суд разобрался и присудил вместо 5 миллионов 83 миллиона долларов штрафа ну пускай не заплатится ли в кульму да там же пока же дело административное но может стать уголовным вы понимаете случае не вклады штрафа дальше то есть уже 83 миллиона висит прямо на загривке дальше вот он муж показалось мало значит и он залетает следующий суд обвинение следующее он вместе с подельниками то есть данном случае с его сыновьями организовали мошенническую схему при которой насколько я понял я сейчас точно не буду говорить но в принципе я думаю я понял правильно при которой вот смотрите когда вы берете в банке какой-либо кредит вы должны дать какой-то залог надо очевидная вещь да он давал свою недвижимость залог банкам американским за то что они ему выдавали кредиты казалось бы ничего скажем так сверхъестественного ничего ничего предосудительного тут нет абсолютно оказалось есть он при этом жутко завышал стоимость недвижимости которую отдавал залог то есть при помощи всяких с точки зрения суда мошеннических схем он завышал стоимость самого недвижимого имущества которое он передавал в качестве залога завышая при этом стоимость кредита то есть количество денег которые он мог занять в банке вот такая такое мошенничество в америке это преступление и собственно говоря вот его присудили к штрафу превышающему 350 миллионов долларов. Добавьте еще те 83 миллиона долларов и получается такая хорошая сумма за 400 миллионов. Очень весело. 430 чем-то там миллионов долларов. Я так понимаю, президентским выбором у него уже будет полмиллиарда. Там у него еще есть дела, чтобы вы не сомневались. А теперь встает вопрос. А как же ему теперь ввести компанию? Как ему что делать, если у него уже почти полмиллиарда на загривке висит? И тут вот американский журналист, я послушал, интересно, он в принципе передал мои мысли. Сейчас я вот прицеплю в описании к данному ролику, ссылочка будет, на интервью с одним из американских журналистов-расследователей. И он сказал такую вещь. Ну как? Дело в том, что ни один американский банк ему ссуды сейчас не даст, чтобы погасить вот эти вот долги. Почему не даст? Потому что ему запрещено заниматься бизнесом. в штате Нью-Йорк. А, соответственно, он не может брать ссуду в банках офисы, которых находятся в штате Нью-Йорк. Но у всех американских банков офисы находятся в штате Нью-Йорк. Вот проблема. Поэтому ни один из них ему кредит не даст. Нет, конечно, есть какие-то небольшие банки, не имеющие офиса в Нью-Йорке, которые, например, там находятся где-то в Оклахоме. Вот. И которые в принципе ничего против не будут иметь. Да, наверное, дать Рыжему Донни не свалиться с лошади. Проблема в том, что у них не будет 350 свободных миллионов долларов. Вот в этом может быть. Раньше в Техасе найдется какой-то. Вот. Ну, такое вот дело. Ну, а этот журналист говорит следующую вещь. В принципе, он может поступить похожим образом, как он уже поступал. И, значит, попросить деньги или у саудовских миллиардеров. Те, трудно сказать, могут и дать. Вот. Ну, или у Путина. У Путина, как обычно, помним, что Трамп шесть раз был банкротом. Шесть раз. И вот хороший вопрос. А кто его выручал все эти шесть раз? Непонятно, друзья мои. Абсолютно непонятно. Но после этого он даже подуть боится в сторону Москвы. Даже вот так вот глянуть. Знаете, когда он смотрит в сторону Москвы, он даже глаз вот этот прищуривает, когда он туда смотрит. Лишь бы не обидеть Вову. Вот мне кажется, что там у Трампа дело не только в золотом дождике во время экскурсии в Санкт-Петербурге, или где он там был, а дело еще и вот в этих шести банкротствах, которые он удивительным образом сумел пережить. Ну, посмотрим, как он переживет вот эти два штрафа. И это только самое начало. Я вам рассказывал, что на нем еще висит четыре таких грандиозных уголовных дела. Вот такие просто. Ну, посмотрим, посмотрим, чем закончится. Вообще, удивительное дело о твоей господне, в Америке два претендента на президентское кресло. Один засыпает на ходу, а второй, господи, прости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова